Качиота фреска, канистрата, кабра алвина, штраус эти и другие виды итальянской и французской группы сыров числятся в подсобном хозяйстве Ольги Саванчук. Участница социального проекта «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве» предложила такую бизнес-инициативу под названием «Подлазеевский полутвердый» и воплотить идею ей удалось. Все началось с того момента, когда мы с мужем переехали жить в деревню, в дом наших предков. И само собой, когда ты живешь в сельской местности, сам Бог велел держать сельское хозяйство. Вот у нас появились козочки, курочки, коровка. И мы стали производить столько продукции, что нам самим уже стало много. Тогда начались угощения друзей, товарищей, что-то начали продавать. Но чтобы выйти уже на объем и на рынок, все-таки не было еще смелости. И как раз стартовал этот чудесный проект. Этот социальный проект стал отправной точкой для 50 женщин, которые смогли предложить интересные и перспективные бизнес-идеи. В процессе обучения была не только теоретическая часть, которая включала в себя бизнес-тренинги по основным трендам, юридическим и финансовым аспектам в сфере агротуризма, ремесленничества и сельского хозяйства. Женщины-участницы получили финансирование на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для развития собственного бизнеса. Проект состоял из нескольких частей. Была, конечно, большая образовательная часть. Сначала просто тренинги, а потом мы ушли в вебинары из-за ковида. Но у нас был конкурс, конкурс инициатив. И вот из 89 проектов мы выбрали 50 самых перспективных, реактивных, интересных. И эти 50 мы поддержали, купили оборудование, расходные материалы. И вот сегодня у нас в фойе выставлена выставка того, что женщины начали производить. И она, конечно, меня радует и потрясает. Это разные продукты, это ремесло, это какая-то сельскохозяйственная продукция, это хлеб, это солома, это чаи, эко-снеки, все что угодно. Это то, что стало делаться или производиться в рамках проекта. Обучение женщин-предпринимательниц было направлено на организацию таких видов деятельности, которые будут пользоваться спросом на рынке труда и при этом не будут требовать больших инвестиций и специальных разрешений для их осуществления. Участницы проекта бесплатно получили знания, вдохновение и, конечно же, поддержку, которые помогли им начать свое дело в сфере агротуризма, ремесленничества или фермерского хозяйства. Я думаю, что за этим будущее. Почему? Потому что как в Европе, так и сейчас в Беларуси получило это достаточно широкое распространение, малый и средний предпринимательство, малый и средний бизнес. И мы видим, что это идет, скажем так, нормальными темпами, нормальными мероприятиями, скажем так. Поэтому сейчас у нас этот проект завершен, не глядя на то, что нам немножечко помешала пандемия. Но сейчас у нас уже в планах новый проект, это Новоколли.